Знаменитый ведущий предложил три способа все исправить. А то сейчас даже крикит интереснее. Не нуждающийся в представлении Джереми Кларксон, давний фанат Формулы-1, но ему очень не нравится нынешнее состояние чемпионата мира. Кларксон, никогда не славившийся политкорректностью, в своем видеоблоге на Древе Требе призвал руководство чемпионата не слушать жалобы со стороны нынешних топ-команд и радикально изменить Формулу-1. Что вы думаете о современной Формуле-1? Я скорее буду наблюдать, как растут эти цветы у меня на столе, чем смотреть гонки в Формулу-1. Это ужасно, ведь вообще-то я обожаю Формулу-1 и автоспорт в целом. Как бы вы все исправили? Первое. Избавиться от стюардов. Болельщики хотят видеть опасный пилотаж. За такое пилотирование я бы давал по 5 дополнительных очков в общий зачет. Второе. Машины должны стать прочнее. Они должны выдерживать контактную борьбу колесо в колесо без того, чтобы от болидов не отлетали передние антикрылья. И третье. Управляющие Формулы-1 должны посмотреть на то, что сделали в крикете. Я не фанат крикета, но им нужно посмотреть, как там поступили. У них был скучный вид спорта, где соревнования длились по 5 дней. Я сам не смотрю, но мне рассказали, теперь совсем другое дело. Недавно был финал чемпионата мира, болельщики не истоствовали, получилось настоящее зрелище. Я сам смотрел теннис, потрясающий финал между Федерером и Джаковичем. А тем временем Льюис Хмилтон у Нейла опередил Ботаса с помощью пидстопа. Да пошло оно к черту. Пошли вы все к черту. Я хочу видеть такую борьбу, как у Вильнёва и Арну, колесо в колесо, на последнем круге Гран-при Франции. Феррари может идти к черту. Мерседес тоже может идти к черту. Они все могут идти к чертовой матери. Феррари говорит, у нас есть маркетинговая стратегия. Мерседес говорит, что может уйти. Идите вы все к черту. Нужно, чтобы Формула-1 вновь превратилась в полноценный спорт, а не тренировку по безопасности. А то сейчас я с куда большим удовольствием посмотрю гонки Формулы-Е. Так что повторюсь, многие в F1 могут идти к черту. Нынешняя Формула-1 действительно так плоха, когда дело доходит до ситуации, Когда я, человек из автомобильного мира и фанат автоспорта, смотрю не гонку Формулы-1, а финал Уимблдона, скорее посмотрю Крикет, то с Формулой-1 что-то не так. Сейчас Формула-1 такая, Азербайджан, Сочи. О, мы можем получить деньги от их правительств за проведение гонки F1. Отлично. Но никто не включает телевизор, чтобы посмотреть эти гонки. Трибуны пусты, а на трассах невозможно обгонять. Никто не смотрит эти гонки по телевизору, потому что они скучные. Потому что выиграет Мерседес, а если кто-то совершит обгон, то потом стюарды скажут, что так делать было нельзя и теперь ты должен стартовать последним. Это уже не спорт. Это неинтересно. Это не захватывающе. Это глупо. Ведь хватает людей, которые готовы идти на риск. Посадите их за руль, позвольте бороться колесо в колесо и уберите стюардов. Можете проводить хоть по 16 гонок в день, заставлять победителя гонки начинать следующую последним. Меня не волнует. Нужны радикальные и тотальные изменения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...